Добро пожаловать на Angel TV и на передачу Крест и Огонь. В данной серии передачи мы рассматриваем первое послание к Тимофею, второе послание к Тимофею и послание Титу. Они также известны как пастырские послания. Эти два брата являлись духовными сыновьями апостола Павла. Тимофей расположился в Ефесе, а Атит на Крите. Апостол Павел отправлял им свои послания для того, чтобы ободрить их в их труде для Господа. Сегодня мы рассматриваем с вами послание к Титу, первая глава, с первого по четвертый стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих в познании истинной, относящейся к благочестию. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменную Слове Бог прежде вековых времен. А в свое время явил свое Слово в проповеди «Веренный мне по велению Спасителя нашего Бога». Титу – истинному Сыну по общей вере, благодать и милости и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Начальное послание к Титу в первом стихе. Павел говорит о познании истины, которая ведет к благочестию. Павел поднимает тему того, что здравая вера выполняется, дополняется добрыми делами. Давайте прочитаем послание к Титу 2, 7 стих и 14. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность и поврежденность. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себя народ особенный, ревностный к добрым делам. Также давайте прочитаем третью главу послания к Титу, 1 стих, 8 и 14. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал осел, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. В стихи, которые мы сейчас прочитали, Павел увещевает Тимофея учить людей делать добрые дела. У Павла есть причины для того, чтобы сделать акцент на практической христианской жизни. В те времена все знали, что у кретян есть репутация жить аморальной жизнью. Титул 1,16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Здесь апостол Павел говорит о той опасности, которая представляет поведение кретян. Но если мы вернемся к первым четырем стихам первого главы послания к Титу. Если взять первое и второе послания к Тимофею. И сравнить с первой главой послания к Титу. Мы увидим, что приветствие Павла в послании к Титу сильнее, чем в посланиях к Тимофею. Павел подчеркивает свое апостольство в деталях. Есть две причины для этого. Это связано с тем заданием, которое было у Тита. Он должен был ободрить Тита, чтобы он выполнял свое призвание в служении кретянам. Также Павел понимал, что Тит находился в трудном положении. Поэтому послания Павла полны ободрения и укрепления для Тита. Идея Павла состояла в том, что Бог не всегда дает слово для каждой ситуации. Но Павел дает ободрение Титу, что Бог всегда дает нам силу для того, чтобы мы могли ее применить в той или иной ситуации. Послание к Титу 1.1 Мы читаем о том, что познание истинной ведет к благочестию. Благочестие приходит, когда познание истинной укореняется в нашей жизни. Павел говорил Титу, что познание истинной должно вести к благочестию. Когда мы откликаемся на Евангелие и познаем истину, то мы становимся полноценным человеком. Человек полноценный, цельный, начинает откликаться на призыв Бога. В 12 главе Евангелия от Марка, в 30 стихе. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Также Павел во 2 стихе 1 главы послания к Титу подчеркивает. Где говорится о том, что познание истины ведет не только к благочестию, но и выполняет великий план Бога по спасению. Божий замысел начинается в вечности. Послание к Титу 1.2 Мы читаем «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Слове Бог прежде вековых времен». Что говорит о том, что прежде чем мир начал существовать, Божий план по спасению уже был в его сердце. Его решимость спасать нас была не решением, как принятым в последний момент. Поэтому давайте не будем являться тому, что произошло в Эдемском саду. Либо по обольщению сатаны, либо по прегрешению Адама. Спасение было обещано до этого, от начала веков, поэтому оно незыблемо. Как мы видим в Ефесянам 1.4 Так как Он избрал нас в Нем прежде в сознании мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Божий замысел также открыт в настоящем времени. А в свое время ивил мне свое слово в проповеди, вверенное мне по повелению Спасителя нашего Бога. Во втором стихе говорится о том, что в вечности Бог замыслил план по спасению. В третьем стихе мы читаем о том, что мы сегодня можем переживать это исполнение этого замысла по спасению от Иисуса нашего Господа. Будем благодарить Бога, что Он Бог верный, Бог, который не обманывает, который сдерживает свои обетования. Мы видим, что в своей жизни апостол Павел проповедовал слово, провозглашая, что Иисус есть истина и жизнь. Давайте прочитаем в первой главе послания в Титус, с пятого по девятой стихи, где Павел бросает вызов лидерам церкви, чтобы они тоже придерживались истины. Это относится не только к лидерам, служителям, но и ко всем верующим на Иисуса Христа, которые хотят ходить в истине. С пятого стиха мы читаем. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты совершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Епископ должен быть непорочным, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не убийца и не корыстолюбец. Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Здесь Павел воодушевляет Тита, чтобы он взращивал церковь в Божьем благочестии. Благочестивая церковь ведома благочестивыми лидерами. Важно понимать, что лидеры не могут кого-либо повести дальше, если сами они дальше в духе не продвинулись. После приветствия к титулу Павел говорит Тита, чтобы он поставил пресвитеров в каждом городе. И мы видим в служении апостола Павла в Деяниях 27.7 Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Кридом, по причине неблагоприятного нам ветра мы поплыли Криту при Салмоне. Здесь мы видим, что у Павла была возможность благовествовать среди жителей Крита. И мы видим, что Павел наставляет Тита и Тимофея также. каковы качества, которые требуются от епископа. В послании к Титу 1.6 мы видим, что епископ или старейший лучше быть непорочен. Далее он говорит о семейной жизни епископа. И аналогичные вещи мы видим в третьей главе первого послания к Тимофею. И мы видим, что епископ и его жена должны хорошо управляться с домоправителями хорошими и их дети должны быть в порядке. Чтобы иметь качество, необходимое для того, чтобы быть лидером. И, как мы знаем, содержать дом в порядке это задача не из легких. Каковы причины трудности для пастора или лидера иметь успешное семейное житие? Причина номер один. Очень часто они работают на износ. Если они посещают кого-то, то они должны посещать его как муж и жена. Это означает, что по вечерам они отсутствуют дома. Причина номер два. У них больше гостей, чем у других людей. Поэтому им приходится больше времени тратить на то, чтобы развлекать гостей. Причина номер три. От них чаще других требуется помощь. Как медицинские работники, пасторы и служители церкви часто их вызывают. Это означает, что пастора могут прервать, например, во время трапезы. Или он может принять поздний звонок. И мы видим, что Павел пишет титул. Смотря на те квалификации, качества, которые должны быть у лидерской группы, если ты пастор или служитель, очень важно взращивать лидеров, которые будут отвечать этим требованиям, чтобы они имели посвящение в своем труде. С другой стороны, нам необходимо приоритизировать свое время. Если ты не выполнил то, что Бог тебе сказал сделать, не расстраивайся. Давайте молиться и просить у Бога силы, чтобы в нашем служении Богу мы не пренебрегали своей семьей. Очень часто в жизни служителя получается так, что служение становится выше, чем семья. Или наоборот, семья выходит на первый план по отношению к служению. Но самое главное, самое важное сохранять баланс. Давайте молиться. Господь, я молюсь во имя Иисуса. Господь, дай нам мудрость, чтобы мы сохраняли баланс, равновесие между семьей и служением. И когда мы будем сохранять это равновесие, пусть враг не отнимет у нас внимание ни к нашему служению, ни к нашей семье. Пусть я молюсь о тех, кто сейчас находится в сражении в этой сфере. Я прошу Тебя, даруй им мудрость, даруй им правильное знание и направление. Я приношу к Тебе всех пасторов и лидеров церкви и молюсь за них во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пусть он призрит на вас светлым лицом своим и сохранит вас. Пишите на передачу Крест и Огонь или в Энджел Ти Ви. Вы видите адрес на экране. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч! Продолжение следует...